Девушки отдыхают 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 На мид посмотрим. Времени хватает, можно все продумать. Так, вот они взяли и Дарксира, и Кипер Рослайта. Может получиться так, что хороших саппортов им не достанется. Берут антимага, очень странный такой пик. Как-то я не уверен, что антимаг просто-напросто взлетит, учитывая, что есть энчатрес, что есть луна. То есть это быстрые пуши, быстрые тимфайты, антимаг пока будет фармить свою Battle of Fury. В своем антоставе может просто не успеть. Это сделать. То есть может он прийти на 20-й минуте и сказать, здравствуйте, у меня есть Battle of Fury, есть Power Threads. Есть какой-нибудь Яша, а у него уже к баракам подползает враги. Забальник Queen of Pain, понимаешь, что здесь саппорт остался и кто-то на мид. Самим кто-то на мид тоже нужен лайн спрайт. Я думаю, у них есть мысли по этому поводу. Не удивлюсь, если это бестмастер. То есть и аура на пуш неплохая, а это парами. Ломает хриплэйвы. Антимаг пролетит, получит Prime Aurora. Сразу же упадет. Так, с этой стороны TCM смотрит. Саппорт не нужен. Нужен какой-то соло-герой, но и нужен кто-то на мид. То есть два соло-героя. Банит ландроида. Понимает, что если бы его взяли, вышки бы падали в разы еще быстрее. Банит Shadow Demon. Вот понимает прекрасное опрайс, что не хватает дизейблера. Если дизейблера в перебань, то сейчас можно даже на арубик еще один бан потратить. Ну и... Инстант дизейблера, тогда совсем не будет TCM. Будет проблемно стоять просто даже 3 лейн. Не видишь, что Keeper of the Light. Антимаг пока что лейн, ну не самый сильный. Можно даже пройти Бэйном луной с Enchantress. Если попадется в хороший крип, просто переубивать, там всех перепушить. Забанил Фуриона. Забанил Рубика. Лайн Спрайт, как я и говорил. Всех дизейблеров. Минус анули. У самих есть Бэйн, они этим... Этому очень даже довольны. Так, ну и последний бан здесь. Так, вот оффлейнеров банили. Сначала андроиды, теперь Фуриона. Кого еще здесь можно придумать? Ну, даже не знаю, можно вспомнить про какого-нибудь джанглера, например, по Энигму. Вполне может, она есть в АТ и в Драфт. Первый пик у Лайн Спрайт, то есть сейчас они будут сразу же показывать, кто пойдет либо на мид, либо на оффлейн, либо в лес. Можно, конечно, антимага попробовать оставить на фрифарме. Самим просто пушить, то есть запушить ранние вышки, не гонять антимага. Однако немного это чревато, то есть... Если задержатся они. Проиграет какую-нибудь драку, затянутся игра, и антимаг придет, скажет, что у него уже Ямонта Стайл появился, то это может быть очень даже плохо. Забальник Гирокоптера. Как-то не знаю, вошел бы он здесь, не вошел, но можно было бы на мид, в принципе, взять. Дополнительно АОЕ, дополнительный редклик, это всегда замечательно. Так, ну и смотрим Лайн Спрайт, возьмут ли Энигму сейчас. Время еще много, берут Тинкера. Not bad. Тинкер пойдет на мид, будет кидать марши, ну и, собственно, под маршем пушить одно удовольствие. Впрыгнет антимаг на четвертый марш, он сразу же останется без хп, придется просто убегать. И плюс, просто кидается марш под вышку, и эту вышку можно спокойно пушить. Под дефать никто не полезет, само собой. Очень даже полезно. Опять же, такой план на лейтгейм еще. То есть, если антимаг случайно, совершенно случайно, расформится и станет угрожающим, просто Тинкер соберет хекс, будет его влетать, хексовать, его будет сразу же убивать, прокастовываться в него, хватать финсгриппом, допустим. То есть, если у Тинкера все будет хорошо, то и у антимага могут быть проблемы потом. Так, ну и здесь 50 секунд. Вот, саппортов им всех хороших перебали, вот они думают, кого брать на саппорта. Скорее всего, само собой, есть Виномайстер, но как-то, в общем-то, и на пуш, и на антипуш, и более-менее полезно из вардов. А у Ескил его, что говорит, что пользы нового тоже неплохие. Можно попробовать взять Жакира, однако от него не так много урона, пока он не вкачается, пока не получит свой ультимейт. Время 20 секунд, надо что-то решать. Здесь совсем все непонятно. Понимаете, всем, что взяли антимага в первых-трех пиках, но и сейчас пушить их будет в разы быстрее, чем планируют до этого отправить. Берут Индраннер. Индраннер может на мид пойти, в принципе. Постоять мид, Дарксир на оффлейне пофармит. Как-то пока не очень понятно, что они с тимфайтами собираются делать. Так, ну и остался оффлейнер. То есть это либо суицид лейнер какой-то с эскейпом, либо какой-то джанглер. Посмотрим, будет ли Энигма. Энигма все еще может войти неплохо. Либо же кто-то вроде Клокверка. Ну сейчас мы все это посмотрим. Резервы еще минуты осталось. Пошел вот, наконец, резерв. Так, ну кого еще можно помимо Клокверка взять? Даже не знаю. Баунти Хантерн не так интересно. Треки раскидывать, убивать кого-то, это, конечно, занятно. Однако, интереснее запушить. Собственно, поэтому я и думаю про Энигм, что Свидалон пушит неплохо. Ну и опять же, тимфайтится. В тимфайтах Бэкхолл незаменима. Даже Миднайт Палс помогает. Клокверк тоже неплохой вариант. Просто прилетать кого-то, минусовать сразу же. Берет Лайфстиллер, даже вот так вот. Лайфстиллер, собственно, пойдет джанглить. Либо стоять соло. Против Дарксира, того же самого. Я думаю, более-менее отстоит. Но это, если Трилейн не встретится, конечно, если уже встретится, то все будет немного по-другому. То есть, если это Трилейн, Бэйн, Луна, Энчатрос идет драться, то Лайфстиллер стоит против Дарксира. Если же нет, он просто уходит в лес, ну и спокойно они. Стоят, смотрят, как антимаг там фрифармит, сами проносит вышки. И потом выходит, начинают драться. У них отфармлены два кэри, врагов один. Понимает всем, что с этим надо что-то делать. Но им остался только один слот. Сейчас доберут кого-то, берут Бестмастера на мид, как я и говорил. Я думаю, Бестмастер будет улайн справить на самом деле. Но они взяли Тинкера, ну и получили Бестмастера в ответ. Бестмастер, ну неплохо, в принципе, будет давать Прайм Эурор в Рейдж Лайфстиллеру. Однако пока что с тимфайтами все не так хорошо, как хотелось бы. То есть локдаун вроде бы есть с Прайм Эурором. Можно кого-то привязать хорошо, но это все скиллшот. Ненадежно прострелить по варшотам. Кинуть элиминейт, ну и на этом все. Больших ультимейтов кроме Прайм Эурору нет. Антимага очень долго фармить. И подозреваю, что их просто запушат сейчас. Ладно, смотрим. ТСМ, верно. На Дарксире. Чего дота. Бестмастер. Гоаудио Виндранер. Квикс. Антимаг, ну и Блюбери Нинджи на Кипровзлайте. С этой же стороны Элпраэт Маскер на Лайфстиллер. Ползет уже на бот. Лелик. На Тинкере. Андроид на Энчантрес. Хакон на Бенни, ну и Сталк на Луне. Они что-то обсуждают. Посмотрели историю игры, судя по всему. Так, а кто там Гоаудио? На Виндранер. Виндранер в саппорт. То есть на мид она не пошла. На мид взяли Бестмастера. Бестмастер стоит уже. Закупился на быстрой бутылку. А с этой стороны Триллайн с Лайфстиллером. То есть Луну пустили Соло. Она как рейнджовый герой против Дарксира. Против Эйон Шеллом постоит получше, чем Лайфстиллер, которому приходится обжигаться об крипов. Купил аж два колечка себе. То есть здесь колечко на Рингу Факвилла. Ну и на Транкелл Бот. Регенит мана, регенит хп. Все это очень полезно. Армор добавляет. Если крипов будет танковать, будет не так больно. Так, ну и ходит здесь саппорт аккуратненько. Пока что прячется, хитро прячется. Лайфстиллер ждет, когда появится руна. Самим, к сожалению, не видно ничего, поэтому приходится ползать. Хайграунд их сразу же видит. Находит реген, ну и ползает реген. Никому не интересен. Дарксир пошел забирать криповейв. То есть сейчас на себя заагрит, ну и поведет. Кругами здесь куда-то под вышку. Либо просто затанкует. Он танкует. Луна внимания на это не обращает. Дарксир там теряет реген свой. Ей это не интересно. Она вот и теряет свой. То есть вот так вот знает, что особо помешать им она не сможет. Так, ну и с этой стороны. Трилейны приходят. Маскар стоит, фармит. Антимаг. Немножко боится, но у Бэйна не такой уж и большой рейндж для того, чтобы харасситься прям таким. Андроид приходит. Крипов у него пока что нет. Надо идти в лес смотреть крипов. Пока что стоит просто на Трилейне. Непонятно все делает. То есть надо заходить в лес. Здесь Огрмаги. Здесь Хобберсмашер. Вот здесь самый ценный кэмп с троллями. Пошли вдвоем с Хаконом. Расставляет ворды, но ищет крипов. Пиндранер ставит паузу. Тинкер воюет с Бестмастером. Дал один раз уже лазером. Получилось, судя по всему, в ответ топорами. Пережидают лаг в скайпе. 2-2 у Вайстиля. 1-1 у Квикса. То есть Квикса особо не гоняет, пока Enchantress не нашла крипов. Вот это основной момент, что некоторое время на лейне не будет хватать людей. Пока Enchantress ходит ищет своих крипов, может быть проблемой. И на этом могут сыграть как раз ТСМ. То есть у них делаются здесь атаки от пола. Вот уже застакали. Заспавнулись. ЛФУ впередут. Матголеме. Будет двойной стак, ну и потом запулит антимаг. Спокойно фармит под вышкой. Однако могут прийти просто эту вышку задавить. Не уверен, что на первом уровне это сделают, но тем не менее. Вероятность есть. Затанковать просто крипом Enchantress. Верн, купил уже рецепт себе на Солринг. Сталка. Два лос хита. Вот здесь целый криплэйв продолжает идти под вышку. Как-то никак не вернется пока. Точнее, не то, что не вернется. Не отожмут паузу. Пока, сказать, лагает. А, вот вылетает бестмастер наконец. Видимо, он как раз лагал. Сейчас он на реконнектности, все будет хорошо. Ботинок купил Лолик. То есть, он вот так вот понял, что будет стоять просто бестмастер. Ну и позиционирование достаточно важно. Чтобы не получать топоры, Тинкер не самый плотный герой. Ему очень важно. Но если придут Ромера. Ромера, конечно, здесь не самые надежные. То есть, здесь виндранер. Кипер офлайт, скорее всего, даже не пойдут. Они никуда не будут охранять сантимага. Тем не менее, мало ли, что произойдет. Вопрос лишь том, успеет ли он потом на бутылку нафармить. Аккуратненько, пока вроде постреливают. По крипам у них все одинаково. Дарксир уже 8 крипов между тем. То есть, вот он убил до спайнинг криплэйва. Замечательно, что пишут игроки, что происходит. Извиняются. Всем просто. Очень манерные, как видно. Ну ничего, мы можем подождать. Можно пока что-то обсудить. Но в основном, планы такие на мидгейма обсудили уже, что в мидгейме появится Эклипс. Появится Мекку у кого-то из саппортов. Скорее всего, Энчатрос. Не факт, кстати, что его Энчатрос. Может, она зарашится гоним, как он будет делать Мекку. Можно ее вообще не делать, сделать. Например, урну какую-нибудь. Есть отхил. Снэчер от Энденс. Еще помимо этого всего. Появится бы софт-тревел Тинкера. Появится у него хотя бы Блинк Дайгер. Не думаю, что до Хэкса мы здесь доживем. Если антимаг не отъест случайно. Ну и просто пойдут, будут давить. Они соберутся все вместе. Основной момент, что пришли они сейчас воевать. Лишь бы здесь они не оступились. То есть, если сейчас в любви Нинджа с Гауди покажет нам какую-то интересную доту, как-то по-хитрому перебивает всех саппортов. То тогда придется менять как-то по-хитрому лейны саппортом отправляться, например. Либо Ганг Смит, либо саппорт с Луну. Сделать это вполне могут. То есть, может Энчантерс просто уйти в свой лес. Лайфстиллер может тоже уйти в джунгли. То есть, ему не важно. Ему важно получить лишь первый уровень. И потом он просто в лесу будет фармить так же быстро, как и на лейне. То есть, в случае, если здесь пойдет совсем плохо на бот-лейне, просто перетягиваются все. Идут в лес. То есть, здесь Энчантерс будет ходить. Если, допустим, они поделят кэмп и будет фармить Лайфстиллер, все будет просто прекрасно. Саппорт Бейн. Он может ходить просто между лейнами. То есть, допустим, туда-сюда ходить между топом и мидом. Постоянно кого-то пытаться погангнуть. Кто-то там ходит. То есть, либо Дарксир, либо Бестмастер. Такой вот план. Если же все пойдет хорошо, и сейчас поубивает Элпрайд, то, как я и говорил, они просто выдавят здесь антимагу с лейна. И потом уже прибежит Луна со своим эклипсом, и все станет совсем замечательно. Вышки начнут падать. И потом можно будет просто уже по накатной повышке в минуту пушить. Находят ГБР Смашера. Отвозит его из-под Эллиминейта. Так вот, его немножко пожалели. Можно прийти на мид, между прочим. Бейн уже выдвигается. Ну и сразу же убегает Бестмастер. Не знаю, видел его, не видел Бейн. Бестмастер. Бейн его нашел, наконец. Бейн его просто атакует. Вот так вот, теряет опыт. Саппорт не так уж и критичный. Это то, что они опыт потеряли, правда, от вышки. Получил разочек. Маскер здесь пока что один. Саппорты пока делают от пулы. От пулы они бы и так сделали, вне зависимости. Ходили здесь, не ходили. Убивает мелкий кэмп. Получает немножко опыта. Так, ну здесь Крепвейк. На стороне Лелика. На стороне Элпрайд. Бестмастер вроде хочется. Опыт. Вот он подошел топорами. Даже Ласт Хит сделал. Боялся. Ну уже видишь, что Бейн отошел. Бейн находит Инвиз пока не берет. Удивлен, что не взял. Оставляет, судя по всему, Тинкеру. На случай сплетит бутылка. Вот он передумал. Пошел за Инвизом, судя по всему, как-то достаточно странно он доходит. Так, ну и здесь нашли тролля. Сейчас упадет, умрет уже. Хаберсмаш умирает. Переименовали, напомню. Ужаса Вориора. Ну и Бейн в Инвизе. Он придет сейчас просто кинет. Найтмар. Ни один лейн не знает, где Энчантрис, где Бейн. Маскар ползает. Делает вид, что он смелый. Делает вид, что вокруг... Вокруг него стоит Бейн в Инвизе. Так, ну и надо кидать сон. Кидает сон. Бейн приходит. Приходит Тролль. Дает лазер. Брейнсапа нет, к сожалению. Летит ракета. Берет Ферзблад. Отлично. Вышку скинули на Бейна. То есть... Потанковали по очереди. И на Бет. Ферзблад взяли. Маскара здесь пока все это происходило. Особенно Харасливу, то наконец привязали. Связка неплохая, но никакого фолловапа здесь само собой быть не может. Саппорты сразу же идут на топ, потому что здесь Дарксир ищет Луну. Луна отпевается. Тратит Сарева. Продолжает рейзать Дарксир. Вот успеть бы ей. Спокойно отбегает. Приходит саппорт. Вот надо успеть Бейну кинуть сон. Кидает сон, наверное. Сейчас пройдет у него. Проходит сон. Постанет кентавру, но и добивает. Второй килл получает. Ну и отлично саппорты сыграли. Саппорты просто. Эрлигейм. Починили весь. Для Элпрайда, конечно, здесь могут быть проблемы в Лайстилер, но он не на первой позиции. На первой позиции Луна, скорее всего. То есть ему достаточно просто, что он получает здесь опыт, отвлекает, как-то развлекает антимага. Саппортов здесь держат. Саппорты никуда не ромят. Со стороны ТСМ. Просто стоит. Помогает антимагу, но если его убьют, то могут быть проблемы. Так, ну и начинает харасить вышку. С этой стороны стоят, смотрят. Похоже, хотят опять выходить на мид. Прилетает бутылка Тинкеру. Так, ну и понимает, что... Вот, поражали Смок. Только хотел сказать, что он понимает, что без Смоку нельзя идти, Смоку есть. Придет Бессмастер сейчас дать топоры, ну и получится. Потом выходит на речку. Сейчас он помрет просто. Пытается бежать по речке. Надо Тинкеру бодиблочить. Тинкеру ботинок. У Бессмастера нет. Он его пытается обогнать. Зажать его. Отлично. Сном дотянулся, как он. Найтмаром. Идет Шоквейк. Идет замедление Тинчатрес. Но и опять ракеты добивают. Так, два лейна они выиграли. Взяли ферстблаз. Сперва пришли на топ. Убили Дарксира, который давил на луну. Который мог взять. Убить луну. Ну и возвращается обратно. По пути убили Тинкера еще раз. Пришли обратно. Здесь антимаг. Антимаг на половине хп. Однако подцепить его пока что нечем. Сейчас они его просто так будут гонять. Тинчатрес пока идет на базу. Мана не осталась. Есть еще один смок. То есть если продор, то они ромят. Все будет совсем хорошо. Бэйн пока что получает просто опыт. Второй брейнсап уже есть. Просто из-за того, что они скиллов наполучали опыта. Ну и Тинкера все тоже теперь неплохо. 1200 золота. Судя по всему он рашит сразу же ботинок свой. Марш пока не качал. Такой Тинкер он будет именно дамажить. С антимагом здесь пытается что-то делать. Бэйн можно даже брейнсап потратить на него. Антимаг думал вырезать ему ману, но не получилось. Бэйн с ботинком. Бэйн с вардами. Пошел расставлять вардами. Контр вард здесь. Антимаг, между прочим, 31 крип. 19 всего маскара. Антимаг пытается фармить. Понимает, что от него все зависит. Связка была хорошая, привязала бы, но маскара оказалась быстрее. Он поражал просто очень вовремя. Связала через скрипа там. Гаудио, но не получилось. Антимаг сказал ха-ха. Написал в чат лол. Так, ну и андроид. Перетягивается в лес. У него есть тролль с сеткой. Можно пойти по гангке Дарксира. Так, однако прилетает здесь. Пролетает. Кипер Розлайт, видимо, решает они подхарасить немножко луну. Дарксир на лох и п. Находит его. Андроид. Ускоряется, получает свою сетку. Луна подходит и просто Люсин Дима подбирает килл. Ну и пошел Эклипс. Получила она. Она уже восьмого была. В общем-то, просто убила. Получил дабл килл. С одной кнопки убила Кипер Розлайт. И с этой стороны какая-то драка происходит. Они понимают, что это 2 на 2. Они мана, однако, не так уж и много властели. Прожать ему нечего. Так, пока все происходит. Тинкер. 1600 уже золото. Так, покажите мне бестмастера. Натерпелся от тинкера. То есть лазером и ракетами просто отогнали его. Курьера, видимо, не давали заполнить бутылку. Пришлось идти на базу. Тем не менее, есть прайм урор. То есть пролетает он сразу на ботлейн, но сейчас будет убивать, скорее всего. Пытались взять масок, но надо отходить. Бестмастер, не знаю, видит или не видит. Поражал он, даже смог. Выходит прайм урор на масок. Мана нет ни на что. Есть фейсбуст, пытается бежать, но уже убивает его виндранер. Ну, как минимум не антимаг. Антимаг 39 крипов есть. Ring of Hells. Опять находит здесь Дарксира. Дарксир, как бы не убил энчантрес. Получает плюс эндбим, но и опять умирает. Дарксир здесь. Все очень плохо, 0-3 у него счет. Андроид выжил, даже хил прожимать не пришлось. Но, в общем-то, и не смог он его поражать. Мана не было. Бейстмастер здесь гоняет Хакона. Хакон отпивается брейнсапом. Приходит Тинкер, ну и просто добивает. Надо добить кабанчика. Ох, из-за угла. Пробежали лошади, ну и Бейн уезжает на лошадях на фонтан. Тинкер включает инвиз, летят к нему. Трэйла. Приходит еще и маска, может как-то залезть, интересно пролететь на бутсов трэйлы. Тем не менее, просто, похоже, начинает поедать скрипов. Тинкер, он прогоняет, говорит, у тебя там бутсов трэйлы, иди отпушивай лейны. Тинкер послушно улетает в фонтан. Так, ну и Бейстмастер против маска. Шестого уровня здесь тоже шестого. В общем-то, более-менее равные условия. Атимаг продолжает здесь фармить. Тысяча золота, то есть можно доделать уже Персеверенс. Восьмая минута, почти девятая. 2-7 счет. Здесь, как видно, 4000 уже преимущество по опыту. Полторы по деньгам. Опыт поважнее сейчас в Эрлигеме. Сейчас у саппортов, много опыта у саппортов всех ботинки. Они ходят постоянно ганкают, кого-то убивают. Сейчас придут еще и запушат, будет все совсем хорошо. Маскер просто фармит мид, а с этой стороны люди уже стягиваются, надо поддевать в топ. Возвращается обратно Бейстмастер. Откатился Праймурор, то есть, если что, за топ-тавр можно будет и подраться. Лайфстиллер ползет и, видимо, будет пытаться кого-то обойти, подавит. Дарктир прожимает сурш, находит Лайфстиллер, не понимает, куда бежать. Замедляет его. Маскер пытается просто ковырять. Бейн гонится, зря он давит так. Надо вышку убивать. Понимает, это отходит. Тинкер пока без марша. Вот он не качал марш, могут быть проблемы из-за этого. Прожали фортифай, ну и Тинкер просто стоит, кидается ракетами. Ракеты не попало. Кипроузлайта. Летает Лиминейт. Маскер откиливается инфестом сразу же, ну и Бейн добивает вышку. Удивлен, что Бейн, но тем не менее. Пока все происходило, вышку запушил Эквикс. Что Рейдин-то? Что Дайра? По вышке потеряли. Тимак речь дальше, Тир-2. Пролетает Тинкер, начинает его отпугивать. Ну и Тинкер сейчас начнет расфармливаться здесь. Мидл Тауэр андератак. Надо перемещаться на мид по очереди. Сейчас Энчантрис будет набирать крипов, ну и можно будет продолжать так ходить. Эклипс есть. Луна 9-го. Луна может поставить и соло, пока не получит 11-ый, потом прийти с вторым Эклипсом. Просто всех выдавить. Квикс налог ХП. 1600 золота. Дарксир ушел в лес. Он понимает, что у него не получается совсем на лейне. Три раза его убивали. Как-то возвращаться он даже не подумывает. Маскер ходит с дабл дэмиджем. За ним бегает медведь. Коберсмашер. Тендерклайпом пропушивает. Ну и сейчас придет Энчантрис. С этой стороны гонит Луну. Луна дала Эклипс. Убивает Эвендранер. А с этой стороны уже начинает терять вышку. К сожалению, дабл дэмидж прошел. Прилетает на вышку. Прилетает Кипер Овзлайты. Рядом ходит Дарксир. Сэншелл проседает. Как он? Сейчас его просто Эллиминейтом бьет. Оставляет им немного ХП. Отбивается брейнсапом. Все хорошо. Прилетает. Тинкер. Луну вот они очень не вовремя потеряли. Луна еще Эклипс потратила в никуда. Тинкер стреляет с ракетами. Пошел Эллиминейт. Маскер. Проражал Рейдж. Пошел на вышку. Перепугался. Успел на Эллиминейт получить быстрее, чем... Прохнул Рейдж. Так. Лолик просто убил Дарксира. Дарксир ходил и в него три ракеты подряд выстрелил. Тинкер. Дарксир умер. Такая вот история. Луна приходит к антимагу. Антимаг начинает прогонять. Антимаг пытается отрезать у него маны. Понимает, что проигрывает эту драку. Лунный барабан. Лунный Огр Клаб. Достаточно плотный. 1200 хп. Десятый с половиной уровень. 1600. Маска. Здесь уже Солринг. То есть скоро насобирает на Блинк Даггер. Будет копить уже на Хэкс. Пока что Марш только первый уровень. Он даже не использует. Лайзер само собой не докачивает. Лайзер от него пользуется. Теперь будет только давать Блайнд антимагу. Чтобы он промахивался три секунды. Кидается первый марш. Просто чтобы крипы умирали быстрее. Лайзером добивает еще одного. Вот так вот они делят фарм просто-напросто. Удивлено, что маска Лайфстиллер до сих пор еще не отполз в лес. Квиксы продолжают здесь Харайси Глэй вылетают. Думаю сейчас пролетят. Либо смоки перейдут убивать Луну. Стоит за речкой. Приходит к нему андроид. В андроид появляется импетуса шестого уровня. Бенжет делает стаки для Луны. Тоже очень важный момент. Запулил Эншентов. Появляется еще один стак. Ну и все становится просто замечательно. Кусочки армлета уже у маскара. То есть скоро появится и армлет. Можно будет воевать как-то. Дарксир возвращается на лейн. Как-то он приходил на мид, смотрел. Вот он пофармил немножко лес. Вернулся на мид. Получил ракету от тинкера. Несколько ракет подряд. Умер. Понял, что как-то вообще. Мест на карте, где у него хорошо все, не найти. Топ-тауэр андроатак. Здесь Дарксир. Его сразу же опять прогоняет. Он бежит материть. Непонятно куда деваться. Где получать опыт. Где фарм. Просто какие-то проблемы у персонажа. Как он. Пятый. Никак не получит свой финс грипп. Вот было бы неплохо. Импетусы есть уже. То есть кого-то замедлить. Накидать импетусы, это конечно прекрасно. Маска по налогу хп. Можно подлечить с импестом немножко. Меку тоже пока никто не собирает. Вот это небольшая проблема, что саппорт стоит. Просто смотрит, как здесь фармится мид. Такое противостояние типичное. Вроде бы стар сервис, а вроде бы смотрят друг на друга и за речки кидаются с пылами. Тратит время. Уже и четвертый приходит. Кто здесь вертится. Здесь тинкер, здесь лайстилер, два саппорта. Отвлекает внимание от луны. Луна продолжает фармить. Одиннадцатый есть уже. Хочет свой митфредхаммер для начала купить. Антимаг тоже все это время фармил. Что здесь такое летит? Две сабли. Летит клеймор. Летит брасворд, само собой. Не влезает все это в инвентарь. То есть надо отправлять за войстоуном, курьером. Ботиночек просто в Блибре-нинджа. Так, прилетает кто-то. Тинкер плетает. На птичку бестмастера, ну и... Просто умер от этого. Получилось не очень хорошо. Непонятно откуда... А, он ее... Доминировала луна. Нет. Откуда птичка взялась? Я не понял, Бейна здесь убили. Почему птичка была за дайров? Это немножко странно. Так, ну ладно. А, ее... Энчант раздоминировал, точно. Энчант раз... Энчант поражала. Суровала. Хока-хок. В невидимости висел, но и прилетает на нее тинкер. Так вот они обыграли. Так можно будет делать бесконечно. То есть, на крипы энчантерс прилетает Бутсов Трейл. Это неплохо. Однако тинкер показал, что так умеет делать. Просто умер. Умер там еще и Бейн. Немножко оступились Эл Прайд. Здесь, однако, прилетает уже Батлофория. Не самая быстрая. Однако до этого он делал ботинок. Пурменшилд. Почти 16-минутный Батлофория. Давайте посмотрим, как дела. Потеряли немножко преимущество по экспириенции Дайра. По золоту, в общем, тоже потеряли. Но антимаг начинает отфармливаться. То есть, надо как можно скорее собираться. Идти воевать, устраивать тимфайты. Но пока Эл Прайд этого не делает. Приходит, как он со своим Финс Грифом. Не успел он поцепить антимага. Ну и надо доделать армлет. Осталось буквально один крип. Энчантра сбегает. Седьмого уровня. Тинкер на миде продолжает кидать марш. И как-то просто пассивно все стороны отфармливаются. Летит наконец армлет. Надо собираться. Луна. Две сто уже. Видимо, теперь уже ждет целиком своего БКБ. Я не думаю, что оно нужно ей, если честно. Достаточно того, что она очень плотная. Просто 1200 хп. Надо ее отпиться просто ботиночком. Ну и прилетает. Давайте Эклипс. Маскера отпушивает Лейн, получает армлет. Здесь вышка полуживая. Весь сквад ТСМ занят тем, что постоянно подпушивает Лейн к Тинкеру, а Тинкер отпушивает его роботами. Плюс фармит антимаг. Достаточно странно. Верна. Четыре раза умирал, но МЕК скоро появится. Вот в этом большая разница есть. Что у ТСМ будет МЕК, а они в ближайшей траке просто могут перехилить. Эклипс весь. Конечно, роботов могут и не перехилить, как падет. А с этой стороны МЕК нет, то есть у них састейн. Единственное, отхил есть у Энчантрес. С Энчантрес надо прижиматься, чтобы подлечило. Плюс отхил немоментальный. Может, это все сыграет очень большую роль. Такой вот момент небольшой. На ботлейне запушили вышку. Элт райд. Ну, Энчантрес может взять скрипа и пойти можно на Рошана. Здесь крипы, правда, не самые плотные. Кэмпа здесь совсем нет. Здесь тоже Матгольма всех убили. Так, берет кого? Сатира с Моноберном. Так, ну и сбегает, покупает Пойнт Бустер. На топе здесь вроде бы пушат, а вроде бы никого это не тревожит. Особенно по вышке здесь просело. Просто на Рошана сбегает. Луна сказала, видимо, что не БКБ, это Крошан. Хочу Аегис. Аегис можно, в принципе, дать Лайфстилеру, если БКБ будет у Луны. Впрочем, у нее свой рейдж есть. Не особо понятен в этот момент. Проражали Фортифай. Но, похоже, вышку все равно будут отдавать. Не будут они лететь на вышку, они убьют Рошан лучше. Лайфстилер. Получается лопат, он не пошел к Рошану. Рошан тоже дает опыта достаточно много. Видит здесь все хоком, однако сделать ничего не могут. Нет, смотрите-ка, бежит на Хейсте. Прайм-урора нет. Летит Элиминейт, Рошан уже падает. Элиминейт, он, само собой, никого не заденет. Ну и как бы сейчас ничего не произошло. Нет, убегает, делает Пайп, само собой. Бестмастер. Вот важный момент, что появится Мека, появится Пайп. Придут Элпрайд, покажут, что у них есть, наконец. И Эклипс второго уровня. Давно могли это сделать, могли под этот Эклипс под марш и запушить. Просто ходят по своей стороне карты, просто что-то фармят. Очень удивлен таким подходом. Учитывая, что у врагов антимаг, такие вот фарм-гонки устраивать. Очень плохая идея. Они были сильнее в Эрлигейме, в Мидгейме. В Эрлигейме они еще и поубивали очень много, но вместо этого тратят время так вот. Три сто уже антимага. То есть до Монт Остайла осталось всего ничего. Если Элпрайд так и продолжит ходить, особо ничем не заниматься, то Монт Остайл будет очень-очень скоро. Вот он приходит вражеских хэншинтов, убивает, находит его Бэйн. Можно это, чтобы, в общем-то, и пофармить было, успеть снова съесть. Бэйна зажали здесь, крипы. Отходит. Простреливают лонг-рэндж обилить вот эти. То есть топоры, пауэршот, иллюминейт. Все это используют, но и сразу же ни крипов, но и драться никому не хочется. То есть такой вот дефенсив лайнап, что выходит куда-то пуш, а по пушу не получается. Надо сперва кого-то убить, а потом уже начинать запушивать. Сталк. Есть БКБ 10 секунд, 1700 сверху. Давайте посмотрим, как по Нейтворсу. По Нейтворсу на первом месте. Пластеллер на втором, антимаг хоть много нафармил. А вот он выбивается на первом месте, получает Яшу 1300 сверху. Курьер внес Яшу, поэтому он был на третьем месте. Теперь же антимаг на первом, он продолжает разгоняться, ну и, в общем-то... Посмотрим, как это все закончится, мне уже интересно прям даже. То есть появится Пайп, появится Мекка, антимаг прыгает, просто режет людей. Внимание не обращает, пошел Эклипс, поражали Пайп. Само собой могут им настрелять, правда, импетусом не очень хорошо может получиться. 1700 уже золото. Выходит Смоки, понимает, что нельзя это терпеть. Антимаг находит Смоки, однако здесь через дырочку может он заметить. Видит он Луну уже, убегает. Прогрызал на дерево, чтобы быстрее фармить, но из-за этого выживает. Такой интересный момент произошел. Доминирует Крипа Энчантрас. Видимо, решается, наконец, все равно собраться и запушить просто. Выползает Маскер, здесь вышка динает просто-напросто. То есть они стояли, держали-держали всех на меде, а вышка была динайбл на самом деле. То есть они дождались, пока закончили стояние на реке. И просто подиняли вышку, отходят Паттер-2. Выползает здесь Маскер, ох, как бы сейчас он не подавил. Марш идет, подцепляет. Бестмастер, Бестмастер, само собой, Прайм-Арор, однако летят Импетуса. Убивают Импетусом Бестмастера, начинают ломать вышку. Отхиливаются. Энчантрас. Так, ну, просто вышку подбили и ушли. Дарк Тирс, свои мекки, 1800 золота. Помимо мекки можно сделать Блинк Дайгер. Форст Ап, 10 лолика. Так, ну, и антимага, да и 200, можно покупать уже ультиматор. Ходит, его ищет. Видит он, что Энвис... Нет, не видит, скорее всего, ночное время. И Энвис находит Бейн, ну и сейчас он, скорее всего, в этот раз антимага допоймает. Держать надо, скорее хватать. Как-то Энчантрас побыстрее среагировала, чем Бейн. Бейн, как-то вообще зерефак сгиб, он просто пошел куда-то на миг. Антимаг прыгает в армии дальше, спокойно. А вот его опять находит. В этот раз Бейн успевает подцепить. Тинкер раскастовывается. Времени хватит, все равно антимага улететь. Нет, Брейн с Апом его добивает. В анимацию Блинка. Все так вот. Первую возможность запустил, вторую сразу же получил. Андроид как-то импедусом по клепам расстреливается, тратит мана. Купился Белгрутлап уже, сам затанкуется будет. Сагани ему скоро настреливать. Ну идут марши, кидает лолик из-за угла. Марш-машин. Марш уже четвертый, ну и здесь как-то выходит по-хитрому. Энчантрас окружает Тир-2 Тауэр, то есть так вот они делали вид, что пойдут на мид, а сами пошли по-хитрому. Тир-2 на бутлейне. Они пока перегруппируются здесь ТСМ. Полетает Тинкера, отпушил Лейн. Дарк Сиро поставим подпушил. Дарк Сиро, Блинк Даггер, как я и говорил. Мы пытались как-то по-хитрому связать через Савуха, но не получилось. Вот еще одну вышку теряет. Наконец-то начали пушить Элтрайп. Пушат они более-менее быстро. Тем не менее, пуш уже более-менее поздний. То есть антимаг вот. Убили антимага, однако успел купить ультимейторов. Остался ему только рецепт. Рецепт это не такой дорогой этим, 950 золота. На фармите не такая проблема антимага. Потом прыгает, начинает резать скрипов, и у него уже полтысячи почти. То есть еще пару кэмпов, появится Монтостайл. Давайте посмотрим, есть ли пайп. Нет, пайпа пока что нет. Не хватает даже на худ пока что. Тем не менее, верны. Отфармился достаточно богатый, но и... Праймал Рор на Лолика. Гоняется. Бит его просто кулачками, ну и... Дает он ракету, можно попробовать в ответ бить Бессмастера. Однако он на Хейсе, он вот просто закатил Тинкера. Пока все происходило, Лайфстиллер убивает Кипровзлайта. Здесь пошел Эклипс на Гаудио. Гаудио, Форстафиса. Как-то он случайно повернулся в обратную сторону, ну и... Получил еще один луч. Находит его, просто через заклик пошли в деревья, нашли и сразу убили. Все так, потеряли Тинкера. Тинкер достаточно важный герой, он постоянно сплитпушил. Ну плюс с ним и попушить было приятнее. Кидал Маши. Придется ждать Тинкера 20 секунд, но пока все это делают, антимаг продолжает здесь. Летит к нему уже Монтостайл, помимо Монтостайла 6 сотен. Сейчас еще и Байбек нафармит, можно будет уже пробовать драться. Само собой, до падения последней вышки я не думаю, что будут... ...вступать в полноценный бой. ТСМ, антимаг пока не показывает свой потенциал. Однако здесь уже появляется... Скоро появится, по крайней мере, агоним. Осталось три сотни. Тинкер вернулся, замсил, отомсил Бестмастера и убил его. Сталка расфармится дальше, у Сталка тоже сейчас будет уже Монтостайл. То есть он наравне идет с антимагом, ставит паузу. Давайте пока посмотрим, как дела есть по графикам. Как видно, 3,5 тысячи по опыту. 4 тысячи по золоту, но, в общем-то... ...пока преимущество есть. За счет вышек, за счет ранних киллов. 7-13 счет. Рейзи Гоу отжимает. То есть единственная проблема, это антимаг, это мека, которой до сих пор нет ни у кого. Сторон Эл Прайд. Однако есть Го Септру Бэйна. Пытались прогнать Лайфстиллера. А у него уже Дезолятор. То есть вот так вот, есть антимаг, сильный Райт Кликер. Но есть, с одной стороны, Лунау, который уже сейчас будет Монтостайл. БКБ, барабаны. Есть Лайфстиллер с Дезолятором. Потом набрасывается на Гоаудио, а тот просто убегает в Индране. Просто отпевает Сапклипов. То есть есть Армлет, есть Дезолятор, очень больно. Ну и плюс есть Энчантер, с которым своими М5, с вами антимага, просто убьет. Скоро доделать свой Аганим, можно и просто пофармить сейчас лес. Антимаг ходит, очень смело начинает сплитпушить. Видит он трупы, понимает, что где-то рядом ходит Луна. Он просто уходит. 1200 золота. Посмотрим, что дальше будет собирать. Скорее всего, надо собирать Бутерфляй, чтобы прокали мясы, потому что здесь сплошные Райт Кликеры. Хартов Тараск против Прокастов. Ну, как-то не очень интересно. Плюс будет отпеваться Лайфстиллер от Хартов Тараск. Находят здесь Прайм-Аурор. Прайм-Аурор на Бэйна. Бэйна начинает убивать. Постреливает энчантер с импетсом, пытается улететь, ее стягивает. Минус 2 сразу же делает. Так вот, пытались куда-то сходить. Маскер сразу же бежать. Здесь же рядом бегает Луна, сразу же надо всех выгонять. Неокреленный успехом, DCM приходит на мид. На миде встречает их Маскер, ну и сразу же убивает Бестмастера. Подстопили Льюсенбимом его. Пытался убежать. Не сталк. Думал, что запрет Виндраннер в лесу, однако в Виндраннер есть Форстав. По имени Форстаффа, 9 сосен золота. 2000 Дарктира, можно будет собрать Шиву. И пока все происходило, антимаг запушил вышку на топе. Воспользовался тем пространством, которым дали. То есть теперь по карте у них как-то вот так вот угловато. Луна стоит, ждет жертву. Эклипс есть 3 уровня, однако вне темфайта тратить его я бы не стал. То есть, например, выходит Дарктира из угла, само собой прожимает она Эклипс, ну и Эклипс уходит в никуда. Потому что там есть Мека. Ну и просто убежать сможет. Находит Киперовзлайта. Сразу же Киперовзлайта начинает убивать. Вот теперь пошел Эклипс. Эклипс по делу убивает. Нет, не убивает пока никого. Прыгивает антимаг, включает Монтостайл, но и начинает получать урон от Квикса. Точнее, не от Квикса, а от Маскера. Вот подстопили опять Виндранер, опять его убили, убили Гем. Вайфстиллер. Оправдывает себя, как оффлейнер. Он стоял один против 3 лейна, он хорошо нафармился, он перефармный просто невероятно. Это у него уже Гиперстоун. Как он находит инвиз, то есть можно кого-то подцепить Финсгриппом. Можно даже внутрь него посадить Маскера, видимо, он этого и ждет. Вардом этот инвиз не видит. Пошел к Маскеру, говорит, залезай в меня инвиз. Нет, видимо, не сказал. Не догадались они. Маскер куда-то ползает. Здесь их уже видит Хоком, то есть совсем не получится ничего. Просто по отдельности ищет кого-то. Кого-то. Это само собой антимаг. Антимаг на ЛОХП пытается что-то сделать. 4300 золота, между прочим, то есть Бетерфляй скоро появится. Либо что он там будет покупать. Посмотрим. Иллюзиями просто пушит. Ну и выходит само собой ЛОНа, начинает отпушивать. Не самый быстрый пуш получился у Элпрайт. Ну и антимаг фармит. Есть райт-клик в ответ антимагу у Элпрайт. То есть пока еще не определено. Может быть очень долгая игра какая-то, очень нервная. Полетает Тинкер. Тинкер купил уже Местик Став в 1800. То есть скоро еще и Хекс появится. Антимаг будет прыгать, будет его копия очень быстро умирать. Ну и получит Хекс в ответ. Так, ну дождались Рошана. Собственно этого и ждали. Сейчас появится Аегис Луны. Ну и можно будет идти пушить 30 секунд до Эклипса. Сейчас как раз все очень вовремя. Здесь Владимир верно прыгает. Затянул Хакона на хаграунд. Помог ему убить Варт. Ну и сразу прилетает обратно. Аегис само собой достается Луне. Ну и надо идти уже по Миду. А, на топе вышка последняя осталась. На Миде не осталось ничего. Находит иллюзию Виндранер. По пути убивает. Доминировал даже иллюзию Андроид. Ну как он просто ходит убивать Варда и расставляет центры. Что здесь такое летит? Блэдд Фалактвис для Андроида. Видимо делает Яши для максимума спида. Так, подождите-ка Андроид. Кто у нас Андроид? А, это Аганин пролетел в Минчандрск. Как-то я всех перепутал. Вот он Андроид. Стоит в сне. Антимаг надо... А, ну это иллюзия. Настоящий антимаг. Уже у себя в лесу. 2 100 золота. То есть можно купить уже Талисманов Эвэйджен. Однако пока деньги не тратят. Понимаешь, что если убьют его сейчас, придется выкупаться. Спасать свою базу. Продолжает фармить. Ну, из-за того, что постоянно антимаг прыгает по лейнам, не могут просто запушить, собраться пистером, все сделать. Надо антимага убивать. Как-то по-хитрому как это сделать, пока непонятно даже. С инвизом не смогли уносить. Квикс прыгает, застрял в деревьях. Проедает деревья. Находит здесь маскар. Понимает, что не дело здесь находиться. Уходит обратно. Пока он выходит, сейчас появится хекс уже у Тинкера. Он уже появился. Видимо, этого как раз и ждали. Можно выходить. Пролетает Тинкер, все приходят. Ну, вот здесь идет смокганг. Даже не смокганг, смок... Смокпуш, скажем так. То есть антимаг пока режет один, с этой стороны выходит. На терр 2 на топе. Сами потерять могут сейчас терр 3. То есть здесь 3 урна в Энербисте. Очень быстро будет падать вышка. Надо будет все это смекнуть. Фортифай, конечно, есть. То есть... Может что-то будет. Пролетает Тинкер. Кинуть можно марш. Дает хекс. Смого стягивает. Форстайф отлично улетел. Не успел он Прайм Эрор получить. Но прилетает луна. Дает... Подстопила просто. В пайп дала свой каст. Приходит иллюзия антимага. Ее выгоняет. И надо расходиться. Отлично Тинкер выжил. Он прям вдоль секунды улетел до Прайм Эрора. Остается здесь маскер. То есть антимаг пытается что-то фармить. Купил уже Игл Сонг. Сейчас его как бы не нашли здесь. Приходит Бэйн. Финс Грипп. Держит Финс Грипп. Роскостовывает Тинкер. Тинкер по трассе. Блитпушит. Опять стрим дропнулся. Вроде вернулся. Бежит луна. С одной стороны будет она пушить просто иллюзиями. А с другой все ее друзья. С Маршем. Со всем остальным. Кираса есть уже у Масакра. Здесь как видно. Убили антимага. 12 тысяч. По опыту. Где-то 7 по золоту. Ну и Масакр просто заползает. Начинает есть вышку. Сейчас он пол вышки. За рейдж просто съест. Поражали фортифайсы. Это странно луна. Одновременно пушит иллюзиями. Вот так вот они договорились. Иллюзии. Убили. Иллюминейтом здесь отпушила просто эндранер. То есть пока не работает. Шаклы пробные кинули. На случай если кто-то там на хайграунде. Приходит Тинкер на помощь луне. С двух сторон. Я удивлен что с двух сторон. Можно было прийти просто убить саппортов. Там не знаю как это странно. Есть аегис. Луна. Когда они сжимания считают. Я считаю. Влетает Тинкер. Дает хекс. Надо прокастовываться по бисмастеру. Пролетает уже антимаг. Проражали пайп. Надо бежать. Шакл влетит. Шакл не достает ни до кого. Аегис есть. Антимаг. Нашел убивает Тинкера. Луна бежать. У нее аегис и Тинкер сразу же укупаются. Пока все происходит. С этой стороны убили Тир-3. Получает Прайм-Эрор. Влетает Квикс. Отличный сон. Спасает. Масакра. Бэйн сам особо умирает. Масакра вылезает. Но сейчас ее просто убьют. Пытается он отпеваться. Убивает Виндранер. Между прочим. Воюет с Квиксом. Квикс с Баттерфляем появился. Показал что. Не стоит спецлушать. Антимага убили это хорошо. Можно было просто прийти и пронести здесь всю сторону. Вместо этого с двух сторон одновременно. Как-то ковыряли-ковыряли вышки. В общем-то получилось очень плохо. Прилетел антимаг и всех убил. Вот так вот. Запушить не получилось. Тинкер делает стаки Эншентов. Выпускает марш. Начинает их фармить. Фармить. Здесь игроним есть делать. Форстаф Андроид. Как-то Эл Прайд. А Егис все еще есть. То есть надо отпить луну. Как-то порегенить ей хп. Но идти еще раз. Просто заходить нагло. Можно смог до этого поражать. Кого-то менсануть. Если важных персонажей. Например, Бестмастера. Понимаю, что постоянно сплитпушят. Насчет сплитпуша есть всегда. Тинкер, который летает, кидает марш. Более-менее отпугивает он. Антимага. Надо скоро ему будет покупать уже. Госсептер. Не факт, что он поможет. То есть ему собьется лепорт. Все равно антимаг. Переждет просто. Госсептер перережет. Все равно его. Антимаг бежит на топ. Ну и Д-200 у Квикса. Посмотрим, что дальше купить. Можно дальше карту в Тараса купить. Но его просто никак уже будет не убить. Просто улетает с телепортом. Находит здесь Бэйна. Улетает. Свой бетерфляй получает Луна. Находит дабл дэмдж. Но и надо идти по топу всем, наконец. Очень долго они не могут запустить. Вроде есть Кираса, есть Дезолятор. Есть Аганим. Ленчандрес. А все фитером нормально собраться. Просто как-то не могли. И Мекки, между прочим, до сих пор нет. До сих пор нет и Пайпа. Прилетает. Эллиминейт. Ну и непонятно, что с ним делать. Можно приходить и просто убивать Барак сейчас. Антимаг всех заманивает обратно. Надо заходить скорее на хаграун. Вот они остановились. Очень зря остановились. Мы могли просто зайти. Теряет время. Теряет КП просто из прокастов всех. Наконец-то прожимает Луна просто БКБ, но и бьет Барак. Дарксир что-то пытается делать. Заспанывает иллюзию Тинкера. Луна получает Прайм-Арор. При рекорде антимага. Антимаг делает копию Монта-Стайлом. Луну форстафнули. Луна убегает. Здесь Маскер пытался никуда-то набросить. Пришлось спасать себя. Отличный дабл-килл. Одного порезал, другому ультимейт. Гонит дальше. Луна сейчас тоже умрёт. Трепл-килл получает антимаг. Но вот так очень не к месту пропал Аегис. Улетает один Решла-Стиллер. Митинкер, само собой, который отпушивал. Здесь, как мы видим, ждали слишком долго. Аегис протух. Пошли пушить без Аегиса. Ну и, само собой, померли. Очень плохое тактическое решение было. То есть, пушить было надо. Надо было пушить в прошлый раз, когда они сплит-пушили. А не то, что они дождались, когда Аегис исчез. Ну и пошли просто как. Ну, мы зайдём и убьём Барак. Барак, конечно же, убили. Пронесли сторону. Сами покармили антимага. То есть, в следующей драке может уже не получиться, если хорошо всё так же пойдёт. Для ТСМ. Стараются, как могут. 3200 у Масакра. Тоже, скорее всего, будет делать Хартов Тараск. Значит, антимаг, кстати, не уверен, что он будет собирать. То есть, сердце собирёт, будет отпиваться от него лайфстилер. Немножко опасно. Если устроит ПВП, он с ним. Может всё выйти боком. Так, ну и все ждут Рошана. Там Рошан с сыром. Две минуты осталось. Я думаю, до Рошана никаких нападений на кого не будет. Удивлён, что никаких ганков не делали с Инфестом. То есть, полетает Тинкер, но в нём ещё и лайфстилер внутри. Форстафится кому-то, например, в антимага, ну и как-то подцепляет его Хексом, поедает просто. Убегает Луна, достаточно далеко выбежала. Рядом стоит на изготовке уже Бестмастер, находит его. Крепен Чантрис. Даёт ему топором. Ну и здесь какая-то странная осада. Стояли, смотрели просто ТСМ. Смотрели вдвоём. Как он бежит в смоке. Искать Интимага. Сейчас он его найдёт. Найдёт Бестмастера, например. Вот он понимает, что рядом Бестмастер. Бестмастер просто улетает. Он увидел всё Хоком. То есть, висел Хок. Показывал, что Бейн вскрылся из смока. Так, что сделал? Сделал Башер. Лучший выбор, пожалуй, на самом деле. Карты в Тараск делать смысла нет особо. Вот Абис Лубей собрать очень даже ничего. Луна просто по миду идёт. Делает иллюзии. Просто отпушивает перед тем, как появится Рошан. Здесь, в общем-то, всё готово. Птичка умирает. Варды стоят с обеих сторон. Сейчас будет какая-то решающая битва. Иллюзии отпушивает. Так, ну и пошли скорее его убивать. Лайфстиллер. Прожаловался и фейсбут. Появляется Рошан сразу. Проседает почти на треть ХП. Очень-очень быстро падает. То есть, здесь даже сгруппироваться, скорее всего, не успеет. Никто со стороны ТСМ. Ну и разбирает. Аегис Луне. Сыро-Энчантрес. Нет, Сыро дали. Лайфстиллер. Доминировали ХОКа. Ну и теперь можно ничего не бояться. Главное, чтобы не убили, как в прошлый раз. Антимаг, однако, может пропушить. То есть, надо оставлять каждый раз Тинкера, чтобы он кидал марш просто. Антимаг дает Хекс. Антимаг сейчас перепугается. Просто бежит. Как бы он в ответ не перерезал Тинкера. Тинкер все понял. Ну и в разные стороны они полетели. С этой стороны подпушит еще и Дарксир. Надо возвращаться скорее. Тинкеру надо регенец пролетать. Однако он не может здесь. Антимаг вернулся. Тинкер продолжает свое грязное дело. Тинкер. Пустил марш, но и просто. Уже понимает, что тянуть больше нельзя. Здесь на Каграун заходит. Его там ждут. Идут Глэйвы. Летает. Пушистер 3. И прилетает Тинкер. Не успел прилететь. Надо перезаряжаться. Теперь заново. Луна на ЛОХП. Вот состейна у нее нет. У нее зеленый ботинок. До сих пор это транквил будет. Могла бы уже собрать Доминатор себе. Правда у нее есть лотов. Не шибко много. Энчантер смогла купить Владимира, например. Вместо этого никак не дадет Хорстар. Так, ну и отошли. Антимак, в общем-то, всех напугал настолько, что несмотря на Сыр, несмотря на Аегис, никто не пошел на хайграунд. Сейчас Антимак тогда делает свой Абисл Блейд, но это будет очень большой фактор, что он просто БКБ даст Дизейбл и минус 1 сделает сразу же. А Егис Луны может улететь просто сразу же в зрительный зал. Хоком видит прекрасно, что здесь Бейн. Здесь продолжает фармить масок, делает МКБ себе. Пошел за Демон Эджем. У него такой небольшой олэйн. То есть байбэка у него не будет, гарантированно. И Ластильер ставит паузу. Такая затянутая игра, прям 42-ая минута. 15-18, то есть не так же много хрипов. Так надо убрать экран с марш, уже более он громкий. Го-го, вроде отжимает. Нет, кто-то отошел, отбежал. 6 тысяч здесь до сих пор преимущество есть. 5 тысяч по деньгам. Но Эл Прайд, они как в early mid-game, они первые 15 минут могли запушить, этого не сделали. Потом на хаграунд могли хорошо здесь зайти, все вместе этого не сделали с первого раза. Ну и с каждым разом, как вот они затягли, сперва у антимага появилась. Очень быстро батлфури из-за того, что его оставили. Ну и потом раз за разом мант оставил, бетерфляй он докупил, перешел сделать реплкил у себя на базе. Ну и очень мне интересно, чем все это закончится. Вот теперь у него 3-800 хватает на Abyssal Blade. Не знаю, будет ли покупать, не будет. Надо нам байбэк еще оставить. Глоссептеру Хакону, то есть если антимаг набросится, может прожить хотя бы несколько мгновений. Луны, между прочим, тоже 4 тысячи, можно будет потом собрать сатаник какой-нибудь, просто выживать. Сейчас получит свой МКБ. Лайвстиллер, видимо, будет наконец-то решающий пуш. Ждем, пока там вернется кто-то в странте. Все очень отфарменные. Владимир есть, Дарксира. Достаточно давно. Здесь Пайп, здесь Госсептер, 1500 золота еще. Можно начать делать цыганьем. Либо просто на байбэк оставить. Здесь тоже самое с собой Госсептер, они расконтроливают дружно. То есть Элпрайд агрится на кого-то. Лайвстиллер, но и расконтроливают. Один поражал Госсептер, набрасывается на другого. Другой Госсептер, набрасывается на мидранер. Она форстафится куда-то в сторону. Дарксир просто убегает. Сами с оружием, но и из-за этого проблемы. Отжимает паузу. Здесь идет, по-моему, даже двойной марш. Убивали друг друга крипов. Курьер летит. Доделаем КБ, наконец, маска. Так, ну и все, вроде слоты закончились. То есть ни у Луны слотов особо нет. Можно телепорт продать, докупить. То есть можно купить сейчас Доминатор и останется еще на байбэк. Не знаю, как он подумал, об этом не подумал. Пока ничего к себе не несет, антимаг пропушивает. Может сейчас получиться очень неприятный бейсрейс. Полетает тинкер. Предотвращает это сразу. Антимаг пока даже не дотронулся. Нет, дотронулся разочек. Здесь как раз 30 хп не хватает. Иллюзия, видимо, порезал вышку. Вот он иллюзии направляет. Просто на тинкера. Так, ну и пока все это происходило, убили Дарксира. Между прочим, основной персонаж. Давайте посмотрим, есть ли байбэк. Нет, мне хера билд не надо. Как это спрятаться? Непонятная штука вылезла. Так, ну ладно, пусть она будет. Здесь, я думаю, недолго осталось. Видно, что байбэка Дарксира нет. Так, похоже, я просто навел, и она вылезла. Вот она исчезла, я на нее кликнул, наконец, догадался. Ну и прожали протифай. Вышка уже чуть было не упала еще до протифая. Пытались привязать к дереву. К дереву привязать не получилось. Ну и барак упадет еще до того, как произойдет инициация. Происходит инициация, стягивается к замечательному Дарксир. Дарксир хватил таки на выкоп. Ну и пошел Эклипс, пытаясь драться. Антимаг выбивает Киа Егис. Андроид пытается набрасывать, но и воскресает новую музыку. Воскресание с Айгисом, такая прям боевая. Аудио получает, импедс умирает. Андроид выживает. Поним, что идет в стенку. Вторую сторону уже потеряли. Верна умирает во второй раз. Ну и надо расходиться. Энчантрос улетает. Луна может себе позволить здесь добиться в последнюю сторону. Ну и похоже, это конец уже. Очень долго тянули. Элп правит 44 ненужных минуты. Смотреть было не очень приятно. То есть теперь сделали мега-крипов. Набрасывается. Антимаг на маску дал ему. Абисло Блейд, ну и сам помирает. Сам выкупается. Сейчас еще лишь бы Луну не убил. Луна понимает, что надо уже бежать. Восемь тысяч долларов луны. Антимаг просто идет олайн у него по миду такой. Против мега-крипов сейчас будет воевать. На базе повоюет там против героев. Посмотрим, что у него получится. Получится ли совсем. Лайфстилер выкупается. Ну и четверо против пятерых. Дарксира у них нет. Вот вся команда, само собой, не может там оказаться. Нет, все-таки, видимо, может. Дарксира, они скажут, что иди, жди. Так, нашли здесь. Нашли андроида. Антимаг сейчас просто убьет. Убивает своим моновоидом. С этой стороны, однако, уже Гоаудио попадает в Хекс. Гонит дальше. Гонит для Брениджи. Он убегает. Форстафит масок. Ну и получая праймер ровно, начинает урезать Хекс щельной. На бестмайстра. Бестмайстра надо убивать. Антимаг уже улетел. Дали всем блайнд. Пытаются бить свинюшку. Да, били свинью. Даблкил. Все еще не сдаются с TCM. Поставили стенку. Отличная стенка, между прочим. Ох, сколько урона от иллюзий. Сразу же умирает. Умирает Бейн. Антимаг прыгает, пытается дамажить. Сразу понимает, что надо отбежать. Спамят еще одну иллюзию. Иллюзия не контролится. Иллюзия убивает луна. Еще один даблкил. Ну и в этот раз уже Гоаудио говорит. Good game well played. Антимаг, между прочим, добивает луну. Сам умирает от мега-клипов. Game подбирает. Live Stealer. Такое вот забавное завершение. Ломается трон. Так, ну а у нас на сегодня на этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Записи на ютубе я выложу где-то часа через два не запроцессится. Слеплю я более дисконнект. У меня стрим падал буквально на 5 секунд. Подписывайтесь на ютуб и на вконтакте. Вконтакте я буду писать расписание. Завтра тоже StarLadder. Там, по-моему, 3-4 игры. Тоже Best of One. Ну и до встречи. До завтра. Продолжение следует.